Доброе утро, дорогие друзья! Я начинаю свою лекцию, или вернее разговор на тему денежно-кредитной политики в эпоху пандемии. Вчера, ну сначала, конечно, я вас должен поприветствовать от имени Братского Московского университета, и пожелать вам самого наилучшего и, самое главное, здоровья. Сегодня я буду говорить о денежно-кредитной политике, о том, как она помогает бороться с пандемией и ее последствиями. И лекция моя будет состоять из трех частей. Первая часть – это я поговорю о том, чем характерна нынешняя экономическая ситуация, почему этот пандемический кризис отличается от предыдущего кризиса, в особенности глобального финансового кризиса седьмого-девятого годов, и что предпринимают с точки зрения денежно-кредитной политики ведущие центральные банки мира. И, в конце концов, мы, конечно, поговорим о России, о том, как российский центральный банк думает о сегодняшней ситуации, о том, что он, возможно, будет предпринимать в сложившиеся условия. Итак, давайте я начну с классической цитаты. Есть такой замечательный актер начала XX века, Уилл Роджерс, который однажды выпалил… Он и комик, и юморист, и стендап занимался, как нынче говорят. Потом в один прекрасный момент сказал, что есть три великих изобретения – колесо, огонь и центральный банкинг. И на самом деле центральный банк в сегодняшнем мире – это такой спасительный институт, на котором все во многом держится, и который позволяет экономикам крутиться, несмотря на то, что вокруг происходит, несмотря на кризисы периодически, несмотря на этот пандемический кризис, который совершенно особенный. Мы сейчас увидим, насколько он особенный, и какова роль центрального банка в этих условиях. Итак, вот этот слайд, он показывает, каково, наверное, каково основное отличие кризиса нынешнего, потому что в отличие от всех предыдущих циклических кризисов, когда в экономике, как в листьях осенью накапливаются яды, шлаки, и, значит, листья желтеют, краснеют, потом опадают. В экономике примерно то же самое. Экономика накапливает риски, накапливает неэффективность, и в результате этого рано или поздно наступает кризис. Пандемический кризис совершенно другой. Он наступил, вроде бы, когда все его ждали, но наступил немножко по другим причинам, а из-за того, что людям пришлось ограничить свою мобильность, чтобы сократить контакты между собой, людей. И вот это ограничение на подвижность людей, оно стало вот таким, наверное, наиболее мощным фактором, который ограничил экономическую активность. Ну, не буду перечислять. Транспорт, индустрия гостеприимства, события, индустрия событий, спорт, большой спорт, вот все это пострадавшие. Ну и более мелкие вещи, парикмахерские, рестораны, вообще рыночные услуги, которые в современных городах занимают значительную долю в ВВП. И здесь, кстати, видно, что в развитых экономиках карантин, правая часть была, доля ограничения мобильности благодаря карантину была не очень большой, а люди ограничивали себя гораздо больше. То есть самоограничение людей, тогда как в развивающихся странах вроде карантин был больше, а люди самоограничивали себя меньше. Ну и в странах совсем уж низким уровнем дохода получалось так, что и карантин вести не удалось, потому что государственная власть, как правило, слабая, и люди самоограничением не занимались, потому что есть хочется, потому что приходится зарабатывать себе на жизнь. И поэтому есть вот такой график, это из последних отчетов Международного валютного фонда. Вот видно, что этот график между сокращением производственной активности и строгостью карантина. И видно, что чем строже карантин, в общем и целом, линейное тут такое приближение сделано, тем больше падал ВВП, и Россия, вы видите, находится в точке такой относительно благоприятной. Несмотря на такую строгость карантина по международным меркам, у нас спад оказался гораздо меньше, и мы можем поговорить о причинах этого. Теперь о том, по кому удар оказался самым тяжелым, это, конечно, малый и средний бизнес. Это те предприятия, которые как раз и заняты в секторе рыночных услуг в первую очередь. И здесь показано на этом слайде увеличение в различных странах доли предприятий, которые покрытие процентных выплат их доходами не достигает единицы, которые уже и проценты не в состоянии обслуживать по своему долгу. Такого рода предприятия, естественно, они в основном располагаются в секторе малых и средних. И видно, что в Европе их достаточно много, в других развитых экономиках, а у нас относительно мало такого рода предприятий. Тем не менее, они тоже есть, и они пострадали достаточно сильно. И государственной политике с этим тоже нужно что-то делать. Это, опять же, особенность нынешнего текущего кризиса, потому что в предыдущей кризисе страдали в основном крупные предприятия, которые оказались в ситуации подвешенных рынков, остановки ликвидности. А здесь кризис находится гораздо ниже, и это как раз говорит о том, что лечить его намного сложнее. Джером Пауэлл, руководитель Федеральной резервы системы США, сказал как-то, что я могу сделать практически все, но я не могу насыть ликвидностью малое предприятие. Я не могу с помощью моих инструментов, инструментов денежно-кредитной политики, восстанавливать разрушенные технологические цепочки, которые рухнули благодаря действию пандемических факторов. И он абсолютно прав, потому что для того, чтобы лечить этот кризис, нужно спускаться на уровень ниже. В 2007-2009 годах достаточно было насытить ликвидностью рынки в широком смысле слова, выдавать кредиты, большие деньги налево и направо. И вот оно решение проблемы, деньги разошлись по кровеносной системе, как только финансовый рынок заработал, как только банки и другие финансовые организации уверились, что их контрагенты будут платить по счетам, все вроде как задышало, и жизнь началась снова. Здесь так уже не получится. Дайте деньги банкам, а банки не будут кредитовать малые и средние предприятия, хорошо понимая, что у них вот такая обостренная ситуация с ликвидностью и что лечить надо что-то другое. И вот как денежно-кредитная политика, волшебница денежно-кредитная политика, которая творит чудеса в современных условиях, здесь оказалась бессильна. Ну вот еще один график, который показывает недозагрузку мощностей в различных странах. Естественно, что на пике кризиса эта недозагрузка была максимальна, но и в предстоящие два года, как мы с вами видим, нам не удастся даже современные мощности загрузить. Вот интересно, кто-нибудь смотрел, знает Росстатовскую цифру, сколько у нас мощностей в Российской Федерации загружено на сегодняшний день. Догадаетесь или нет? Или кто-нибудь знает эту цифру, может быть, студент? Вообще нормальный уровень загрузки мощностей в России, по данным Росстата, за последние годы это порядка 63-65% от имеющихся мощностей. В пандемию в первой половине этого года этот уровень упал до 58%, потом произошел отскок, и в конце июля это было 62%, прошу прощения. Но 65-66% это такой вот исторический максимум. Больше мы, видимо, загрузить мощностей не можем, поскольку все, что осталось, это те мощности, на которых конкурентоспособную продукцию производить сложно. Но, тем не менее, вот те 5-6%, которые мы потеряли в загрузке в этот кризис, они тоже весьма существенны для нашей экономической активности, для экономики, которая в последние годы стагнировала. Ну и вот самое интересное, на мой взгляд, сравнение с предыдущим глобальным финансовым кризисом. Как оказалось, как ни странно, в подавляющем большинстве стран в этот кризис уже денег вылета гораздо больше для того, чтобы вылечить кризис. Вы видите, вот черные кружки, это в процентах от ВВП, то, что было потрачено в глобальный финансовый кризис, а синие это то, что тратится сегодня. И на самом деле, это еще цифра не окончательная, как совершенно очевидно, что мир будет продолжать тратить, тратить и тратить для того, чтобы сделать что-то с падением активности, падением доходов людей и уничтожением вот этого связующей ткани общества, которое называется организационным капиталом, когда предприятия что-то делают, и их соединяет средства производства с людьми, умеющими что-то делать. И вот распад предприятий, как таких вот ячеек производственной активности, он в долгосрочной перспективе очень опасен. Так же, как и вымывание людей из рабочей силы, долгосрочная безработица, она не тем плоха, что люди какое-то время ничего не делают, а то, что многие люди, которые попали в число безработных, потом просто не возвращаются на рынок труда. Это такие модели, которые это описывают, но залипание людей в составе безработных, по разным причинам это происходит, они отстают от сегодняшних потребностей, не у всех есть силы и возможности самообразовываться, некоторые просто опускаются за период безработицы. Это все и социальная, и в широком смысле экономическая проблема. Есть одно единственное исключение вот из этой закономерности, которую я показал, из тех, что я нашел. На самом деле, может быть, есть и другие. Из больших стран это исключение единственное. Как вы думаете, в какой стране в прошлый кризис было потрачено больше, чем в нынешней? В какой? В Российской Федерации. Это единственная страна, которая в прошлый кризис потратила больше, нежели в нынешней. И пока, вот мы не перевалились за ту отметку, которая была тогда достигнута до порядка 10% ВВП, мы только из фискальных ресурсов потратили, для того, чтобы залечить кризис. Сегодня таких трат о них остается только мечтать. На сегодняшний день оценка порядка 3,5% ВВП. Кто-то считает чуть больше, но суть от этого не меняется. Мы, в отличие от большинства стран мира, потратили на сегодняшний день меньше, чтобы справиться с последствиями пандемического кризиса. Ну и последняя, наверное, иллюстрация, или предпоследняя иллюстрация для того, чтобы показать, что в мире происходит, опять начал расти государственный долг. Потому что за счет чего вы можете оказывать эти меры поддержки? В основном, конечно, за счет бюджетных ресурсов. И точно так же, как в периоды Первой и Второй мировых войн, вот таких два пика на этой картинке, Первая и Вторая мировая война, между ними Великая депрессия, скачки глобального государственного долга. Ну и видно, что глобальный финансовый кризис к этому приложил свою руку в конце нулевых годов. И сегодняшний локдаун, вот опять глобальный долг, он по сути достиг 100% и перевалил через отметку 100%. И на сегодняшний момент мы уже говорим об исторических рекордах государственного долга. Это еще один печальный элемент, потому что с этим потом придется что-то делать. не было в истории ситуации, когда вот с пика потом не происходил спад, а спад происходит, я долговик по своей основной, такой не научной специальности. И спад в основном всегда происходит не за счет того, что долги выплачиваются, а за счет дефолтов, банкротств, реструктуризаций. И вот это и есть печальная реальность, в которой нам сегодня придется жить, несмотря на то, что видите, в развивающихся странах, как нижний график, гораздо более низкий и умеренный профиль долга, но бесплатных пирожных не бывает, и чудес тоже не бывает. Когда вы что-то финансируете за счет долга, рано или поздно долг придется отдавать. Товарные цены. Это тоже очень важный индикатор состояния мировой экономики. И для российской экономики, как вы прекрасно понимаете, это очень важно. И видно, какая товарная группа здесь пострадала больше всего. в этот кризис, это энергоноситель. Металлы совсем чуть-чуть, и продовольствие, видимо, даже сейчас пойдет вверх, быстрее, чем другие товарные ценности. То есть мировая экономика чувствует себя очень плохо, но хуже всего чувствует себя энергий. как мы уже, наверное, хорошо ощущаем на собственном кармане и на собственных ощущениях, как потребителей. Сюжет еще один, инфляция. Вот если долг идет вверх, то что-то странное происходит с инфляцией. Причем не только в последние годы, а вообще на историческом промежутке. Когда в конце 80-х годов Америка, в конце 70-х, Америка начала сражаться со своей высокой инфляцией, никто не думал, наверное, что через каких-нибудь 20-30 лет инфляция вообще перестанет быть проблемой. В развитых странах она практически побеждена. Вот эта синяя-голубая зона, где инфляции нету, или вообще торжествует дефляция. На самом деле, даже в развивающихся странах, вот если вы уберете из этой картинки 2-3 исключения, Аргентину, Турцию, Бразилию, то и здесь картина очень сильно похожа на то, что мы видим в развитых странах. И в развивающихся странах инфляция сегодня представляет собой гораздо меньшую проблему, нет инфляции в жизни. И на этом месте я перехожу к своему второму сюжету о денежно-кредитной политике в мире и то, что денежно-кредитная политика пытается добиваться в последние годы и в последние месяцы глобального финансового кризиса. Вот есть режим денежно-кредитной политики, который, как вы хорошо знаете, с конца 2014 года преследуется, используется и нашим центральным банком. Он называется инфляционное таргетирование. Вот здесь количество стран, которые инфляционным таргетированием пользуются. Вот первым стал Новой Зеландия в 1990 году. На сегодняшний день таких стран 41. И очень характерно то, что страна уже вступив на путь инфляционного таргетирования, а что такое инфляционное таргетирование? Это тот режим, который объявляет публично таргет инфляции, то есть то уровень инфляции, который страна желает иметь. И центральный банк всеми своими силами, всеми своими инструментами политики начинает опускать или поднимать инфляцию так, чтобы она как можно ближе попадала в таргет или была под ним, в зависимости от того, как этот таргет формулируется. Вот ни одна из стран, которая единожды вступила на этот путь инфляционного таргетирования, с него уже не сошла. И все большее количество государств, причем не только развитых, но и развивающихся, объявляют себя как инфляционными таргетерами. И этот список на самом деле 41, может казаться, что это мало. На самом деле нет, поскольку фактически инфляционным таргетированием занимаются Соединенные Штаты Америки. У них есть вторая цель – это занятость, но по сути они тоже объявляют желаемую инфляцию и по сути они тоже занимаются тем, что сдвигают ее как можно ближе к таргету. Еврозона – то же самое. Еврозоне объявлено публичный уровень инфляции, который они хотят получить, и опять же они двигают с помощью усилий Европейского Центрального Банка инфляцию туда. То есть на самом деле таких стран гораздо больше и тенденция, повторяю, нарастает. И что делать Центральным Банкам вот в этих самых условиях, когда инфляция упала? Инфляции нет. А политику, которую вы заявили, она вроде как для того, чтобы побеждать инфляцию, изначально была предназначена. И основная задача сейчас получается так, что Центральным Банкам нужно поднимать инфляцию. Несколько парадоксальная задача. Для любого нормального Центрального Банка не ограничивать ее, а вот начинать ее поднимать от тех уровней, куда она упала, как мы с вами видели, до своего таргета, там, будь то 2%, 1,5%, 3% или 4%. Это неважно. Вот здесь процентные ставки, с помощью которых это общепризнанный основной инструмент, которым оперируют сегодня Центральные Банки. Вот процентные ставки, они тоже в развитых странах, как видно, в последние годы они идут сильно вниз. И для того, чтобы не дать инфляции упасть совсем уж низко, Центральные Банки понижали ставки. Вот они понижают, понижают ставку, и в один прекрасный момент ставка упирается в ноль. А на нуле в ставке процентные они абсолютно бессильны. Они ничего не могут уже сделать ни с спросом на эту самую ликвидность, ни с предложением ликвидности. Вот это та ситуация, которая в экономической литературе называется нижней нулевой границей, и залипание процентных ставок нижней нулевой границы является такой фундаментальной проблемой Центрального Банкинга. Вот что делает Центральный Банк, у которых нет инфляции, и которые уже опустили свою ставку в ноль. Как эту ставку потом из нуля достать, чтобы начать стимулировать экономику, если вдруг опять наступает кризис. Раньше, когда кризис наступал, Центральные Банки встречали у нас процентная ставка. 4%, 5%, 6%. То есть им было куда спустить ставочку, чтобы деньги стали дешевле, чтобы кредитование опять началось, и экономика выбралась из рецепт. Сегодня экономики в нуле. Каким образом стимулировать экономическую деятельность в таких условиях, это загадка, на которой бьется уже порядка более 10 лет весь мир. И решения этой проблемы нет, тем более, что я хотел показать еще вам вот какую картинку. Тут первый год этого графика, я обращаю ваше внимание, 1314. Это одна из работ Банка Англии, опубликованная как раз в начале 2020 года, про длинные тенденции в процентных ставках. Не спрашивайте меня, откуда они брали процентные ставки в 14 или 15 веке. Это целая методология. Очень интересная работа. Шмельцек и ее автор. Можете полистать. Причем в современных, хороших современных традициях к этой работе прилагается эксельный файл. В эксельном файле заложена вся база данных. То есть любой может перепроверить эти расчеты, сделать свои на этой основе. Вот такая классическая база открытого доступа. И, пожалуйста, критикуйте, но на основании тех данных, которые используют, хотите донесите свои данные и считайте на них. И видно, что процентные ставки падали не только последние десятилетия, они вот на самом деле уже давно, довольно давно снижаются. И можно разные тенденции откладывать, но тем не менее ситуация одна и та же. Процентные ставки уверенно идут вниз. И появилась даже такая странная, на первый взгляд, штука. Если бы мне сказали об этом тоже лет 20 тому назад, я бы не поверил, что процентные ставки бывают отрицательные. Ну, посудите сами. Вы даете деньги в долг, чтобы получить меньше, чем вы отдавали. Это с точки зрения бытовой выглядит совершенно по-идиотски. Я не побоюсь этого слова. Но тем не менее отрицательные ставки это характерное свойство современного мира. Сегодня обращаются на рынки триллионы долларов ценных бумаг на триллионы долларов, по которым процентная ставка отрицательна. То есть купивший такие бумаги в конце их срока получает меньше, чем он вложил. И здесь вот по странам как раз показаны доходности ценных бумаг, государственных ценных бумаг. За пять лет назад, три года назад, год назад. вот сейчас. И как мы прекрасно смотрели, это октябрьская последняя колонка, то есть она вот совсем свеженькая. Видно, что в отрицательную зону заползли уже практически все развитые страны. И как в такой ситуации управлять деньгами? Есть страны, которые уже просто принимают у коммерческих банков депозиты под отрицательные ставки процента. Это означает вот ровно то же самое, что банки кладут деньги в центральный банк, зная, что обратно они заберут меньшую сумму. Между людьми, между корпорациями таких отношений еще, конечно, не налажено, но в отношениях с центральными банками, в отношениях с правительствами это уже вполне себе такая сложившаяся практика. И с этим тоже непонятно, что делать. Как жить не просто с нулевыми или близкими к нулю процентными ставками, процентными ставками отрицательными. Раньше люди копили себе на жизнь, на старость, на пенсию. Это означает, что вся пенсионная индустрия просто может взять и обрушиться. Ровно потому, что скопить с помощью финансовых инструментов традиционных fixed income, надежные облигации развитых стран. Вот они все эти облигации развитых стран. И даже удлиняя срок инвестиций, вы не можете добиться в ряде случаев просто положительной процентной ставки. Ничего из этого не получится. Вот это один из великих парадоксов. Я мог про него, наверное, отдельную лекцию прочитать. Но хочу обратить ваше внимание, что такая штука существует. И тоже в центральных банках на сегодняшний момент размышляют, как с этим жить, что делать с этой несомненной проблемой, денежной политики, и то, что даже вот такие отрицательные ставки не уравновешивают инвестиции и сбережения в глобальном масштабе. А сбережений по-прежнему больше, и они продолжают протекать на рынок. Как центральные банки научились с этим бороться? Основной способ борьбы заключается в следующем. Центральный банк, как мы привыкли говорить в быту, печатает деньги и на эти деньги покупает либо государственные ценные бумаги, либо же частные ценные бумаги, либо паи инвестиционных фондов. Что при этом происходит? Потому что экономика насыщается деньгами при той же самой процентной ставке. Если кто-то хочет эти деньги инвестировать, кредитовать, то вот, пожалуйста, вот вам эти деньги, они поступают от центральных банков. А единственная проблема, с которой сталкивается здесь центральный банк, это увеличение его баланса, поскольку выпущенные в обращении деньги, как известно, пассивы, а вот баланс, активы, те ценные бумаги и другие активы, которые центральные банки приобрели. И вот здесь основные ведущие центральные банки мира, ФРС США, Европейский центральный банк, Банк Японии и Китайский центральный банк. Вот видно, что они в пандемию, вот последний скачок вверх, такая вот поза кобры, вот она, это все ровно пандемическая реакция. Центральные банки привычно продолжают печатать деньги, которые они активно печатали, начиная вот с периода 7-9 года. Это называется практика количественным смягчением, когда без применения процентной ставки научились центральные банки вбрасывать деньги в обращение. Но не помогает. Тоже удается балансировать вот на той грани, на которой мы балансируем сегодня. Я имею в виду мировая экономика в целом, но больше каких-то таких вот серьезных успехов на этой Ниве достичь не удалось. И где-то экономический рост продолжается умеренно, а где-то его уже долгие годы нету, а пандемия вообще обрушила надежды на восстановление экономического роста в ближайшей перспективе. Здесь, опять же, про это можно прочитать отдельную лекцию. Это то, что делают центральные банки, пытаются делать глобальные центральные банки в нынешних условиях. Это немножко не наша практика, но мы тоже какие-то элементы из этого перечня новых, так сказать, называемых нетрадиционных мер тоже начали вовсю применять, и наш центральный банк уже активно говорит с рынком, пытается ему обещать что-то. Это так называемый forward guidance. Он тоже параллельно осуществляет макропротенциальную политику, то есть борется с системными кризисами, пытаясь на фоне дешевых массива, притока массива дешевых денег, при этом ограничивать финансовые пузыри и те кризисы, которые могут набухнуть из них в перспективе. И особо я хочу обратить внимание на последний пункт, денежные эксперименты. Не так давно наш центральный банк объявил, что выпустил специальный доклад про цифровую валюту центрального банка. Опять же, удивительно интересная тема, и вот на этом слайде я специально из одного из МВФ-овских докладов как раз привожу пример того, что деньги, привычные нам деньги, это лишь часть, небольшая часть мира денег, который на наших глазах развивается. И это и криптовалюты, и валюты, которые попытались имитировать, как вот Телеграм, вы знаете, пытался имитировать, Фейсбук попытался ввести обращение в свою новую валюту. Это все тоже денежные эксперименты, все тоже. И центральные банки неслучайно заговорили о том, что вот мы хотим свою цифровую валюту, мы хотим сделать так, что мы будем пионерами в этом деле, чтобы каким-то образом продолжать сохранять денежную политику у себя, как бы, в доме. Но насколько это удастся, покажет лист будущее, пока, видите, просто идет ограничение, Телеграму не дали, Фейсбуку не дали, и Центральный банк продолжает настаивать на то, что деньги это тот феномен, которым он занимается единоличный, который он продолжает контролировать. А деньги, может быть, самые разные. Вот я ровно на это хотел обратить внимание. Опять же, про это можно говорить очень и очень долго. Я хочу, наверное, больше поговорить про российскую ситуацию, поэтому, собственно, я от международной проблематики, если хотите, потом зададите мне про это вопрос, от международной проблематики, я хочу перейти к российской денежно-кредитной политике, о том, что она на сегодняшний момент представляет, и где, в какой точке мы находимся, и самое главное, может ли российский Центральный банк стать вот таким ведущим институтом, который борется с пандемией и с ее последствиями, и поможет ситуацию перевернуть в обратную сторону. Вот одна из последних картинок, которую нарисовали, видно, что российская экономика пострадала по-разному, в разных своих сегментах. Промышленное производство упало не очень сильно, еще меньше, если судить по этому графику, пострадала розничная торговля, то есть потребительская активность, но потребительская активность – это не есть что-то независимое, не есть что-то автономное, это активность основанная на тех средствах, которые люди приносят домой в зарплатах, которые они получают доходы, всякие другие доходы из экономики, и поэтому розничная торговля не может опережать в своей активности то, что происходит в реальной экономике. А в реальной экономике, вот если, слава богу, что у нас такая устаревшая структура, слава богу, я немножко иронизирую, но у нас устаревшая структура экономики, у нас все-таки малых и средних предприятий, рыночных услуг в структуре ОВП не очень много, хотя в России тоже, как вы, наверное, знаете, у меня студенты обычно встают в тупик, когда я их спрашиваю, скажите, пожалуйста, какой самый большой сектор российской экономики вот по виду деятельности. Студенты сразу начинают передать, добывающие отрасли, обрабатывающие промышленности, да ничего подобного, давным-давно услуги. Услуги уже составляют большую часть российского ОВП, и хотим мы того или нет, рыночные услуги тоже все большую долю в этом ОВП занимают, посмотрите на любую городскую экономику, из чего она состоит, и промышленность по последним АКВЭДам, обрабатывающей промышленности, ну 17% ОВП. Докиньте сюда еще добывающий, там чуть больше 10% ОВП, вот у вас промышленный сектор, вот он здесь весь практически содержится. Ну и больше всего упала, естественно, ситуация с потребительскими услугами, они тоже уже отскочили, но этот отскок, как рассказывали вам мои коллеги в предыдущие дни, он тоже носит такой где-то временный характер, опираясь на неудовлетворенный за дни карантина спрос, а где-то ситуация выходит из-под контроля, опять же, потому что эта деятельность выползает в тень активно, потому что бизнеса просто не в состоянии в сегодняшний момент работать, ну, по крайней мере, по прежней модели. Счастливы те, у кого есть цифровые версии вариации своего собственного бизнеса, но далеко не всегда традиционный бизнес имеет такой простой выход вот в это вот цифровое окошко. Очень часто даже у вроде бы современных бизнесов это не получается. Есть серьезные ограничения на пути цифровизации всего и вся, и мы в сфере образования, наверное, чувствуем это как никто другой. Можно многие красивые вещи, вот наше сегодняшнее мероприятие, это одна из красивых вещей, которая немыслимой была бы без, наверное, того опыта, который мы получили за последние месяцы с точки зрения рассылки сигнала и возможности подключения к самым далеким событиям и мероприятиям, но когда речь идет о процессе образования, все-таки непосредственный контакт, как мне представляется, это моя личная точка зрения, может со мной не соглашаться, очень и очень важен, и есть вещи, которые не передают через экран, сколько бы совершенным этот экран ни был с точки зрения софтвера или каких-то трюков, которые на него накручены. Потеря довольно значимая и во многих отраслях это примерно так же. Что происходит с рублем? Вот если смотреть на такую длинную картинку с января 2016 года, это Ренессанс Капитал тоже на прошлой неделе ее нарисовал, то рубль кажется, вот рубль это такая самая жирная линия, которая лежит внизу, вот сам внизу. По сравнению с турецкой лирой, обесценивается очень быстро по отношению к доллару США, мы вообще кажем себе счастливцем. Но если присмотреться внимательней, и об этом уже тоже многие говорили, то с января или с карантина рубль, конечно, не очень хорошо себя чувствовал. Если в начале весны это было связано с такими катастрофическими практически потрясениями на рынке нефти, то сегодня уже к этим такой стагнации нефтяной присоединились другие факторы, факторы политического свойства, это факторы, связанные с оттоком средств нерезидентов с российского рынка, вообще с мировым балансом, потому что деньги приходят в Россию не только потому, что Россия может быть привлекательна в каких-то своих частях, но не только в России, в любую другую страну, но и того, что менее привлекательным кажутся другие варианты инвестиций. Как только другие варианты инвестиций становятся либо более привлекательными с точки зрения доходности, либо с точки зрения уменьшения риска и баланса вот этого риска, когда деньги утекают. Вот сейчас мы стоим, мне кажется, перед тем моментом, когда деньги будут утекать отсюда не потому, что здесь плохо, а потому что здесь относительно плохо по сравнению с другими регионами другими частями мира и вот эта картинка она еще раз демонстрирует что вроде бы все все выглядит не так уж и плохо смотря как с чем и с какого с каким моментом сравнивать но тем не менее есть гораздо более стабильные валюты на рынке и рубль в данном случае выглядит не очень свежо не очень надежно как бы нам наверное хотелось что делает наш центральный банк в последние месяцы мы встретили пандемию с довольно высоким уровнем процентной ставки по сравнению с по-моему там было чуть ли не 66 четверти процентов и центральный банк в марте когда все уже было очевидно на мой взгляд вот тогда надо было начинать снижать процентную ставку на центральный банк марки выждал об апреле начал снижение причем снижение достаточно бурное действительно к сегодняшнему моменту мы уже находимся от на отметке 4,25 то есть 4 с четвертинкой и сегодня состоится вы конечно знаете заседание очередной совета директоров потому там через три часа буквально даже меньше будет объявлено решение центрального банка о ставке большинство аналитиков и я вместе с ними считаю что с оставкой в этот раз ничего не произойдет и что центральный банк не отважится снизить ее еще на четверть процентного пункта до 4 процентов мы поговорим сейчас о том почему почему это не случится но опять же я хочу обратить ваше внимание что такое снижение ставки это не только смягчение условий кредитования для отечественных предприятий но и снижение привлекательности например рынка российских российского государственного долга для иностранных инвесторов а вот одно дело когда вы можете здесь заработать 6 процентов на свои вложения до то что в мире сейчас практически нигде нет а другое дело когда 4 и тем более опять же я думаю что те кто занимались финансовыми вычислениями понимают что когда процентная ставка снижается тогда стоимость принадлежащих вам ценных бумаг с фиксированным доходом в том числе государственных облигаций она начинает расти поэтому всякое снижение ставки приводит к увеличению стоимости портфеля принадлежащего иностранным инвесторам так вот иностранные инвесторы довольно хорошо нажились на движение нападение процентной ставки с апреля месяца по текущий момент то есть их бумаги довольно сильно проросли в цене и сейчас уже видно вот ас 425 а инфляционный таргет 4 но до сколько до какого уровня центральный банк наш отважится снизить ставку ну вот до 4 возможно 4 мы увидим а 375 уже у многих сомнений что без изменения инфляционного таргета центральный банк отважится опустить процентную ставку ниже него и вот здесь иностранные всякие иностранные инвесторы видят что потенциал движения ставки вниз и стало быть и потенциал прироста ценных бумаг которым принадлежат они он и в общем-то ограничен то есть большая часть этого пути уже пройдено удорожание портфеля в общем-то вот портфель можно наверное и скинуть и перейти куда-то в другие места где ожидается более бурное снижение процентной ставки в перспективе и вот это та точка в которой мы на сегодняшний момент находимся и второй вопрос который с этим на мой взгляд очень тесно связан наш центральный банк довольно часто критикуют за то что вот он не хочется энергичнее снижать ставку и тем самым удешевлять кредит для людей для предприятий но знаете здесь центральный банк можно понять по одной простой причине вот сейчас сколько стоимость кредита для там малого предприятия 12 процентов 13 один пусть даже 11 вот представить себе 4 вот вот 12 8 процентов объясняют чем-то другим если вы снижаете за счет центрального банка эту ставку на четвертиночку кто сильно лучше вам не становится поверьте вас да и для того чтобы процентные ставки для окончательных заемщиков снизить нам нужно делать что-то другое нам нужно вот этот вот 8 процентный а то и больше премию вот если можно так выразиться да для банка который компенсирует тем самым свои риски вот эту премию надо сокращать а тут целый комплекс обстоятельств это и те риски которые зашиты в в права собственности в российской федерации это и те риски которые зашиты в систему конкуренции в давление на бизнес вот это все риски которые сидят вне поля возможного возможной достижимости центрального банка где вне поля того где центральный банк может что-то сделать поэтому в данном случае я склонен относиться к тому что делает центральный банк с по ним с полным пониманием и не думаю что он сильно может помочь облегчить жизнь вот тех самых предприятий которые особенно малых и средних которые сегодня испытывают трудности в том числе с финансированием и вот здесь тоже интересный график почему он интересно потому что наш центральный банк он заявил что мы не занимаемся управлением валютным курсом мы цен валютный курс не на он нас не интересует сколько есть только есть но на самом деле управляет давайте я раскрою маленькую тайну управляет он это следующим образом через интервенции которые проходят вроде бы под эгидой бюджетного правила то есть покупает и продает валюту минфина не центральный банк руками центрального банка но с этими покупками продажи можно делать разные вещи их можно придержать время тренинг уже наоборот ускорить и вот за счет этого достигается эффект ну какого-то там частичного управления курсом и центральный банк как видно в последнее время он валюту с нам покупает валюту прошу прощения валюту продает для того чтобы для того чтобы курс все-таки не падал так сильно как он падал в последний месяц последние пару месяцев и для того чтобы не возникло перекоса у особенно у тех предприятий которые финансируются в в долларах сша им придется мобилизовывать значительно больше рублевые суммы для того чтобы погашать долларовые долги и наш центральный банк этого не хочет и оказывает все-таки стабилизирующее воздействие на рынок но это так сказать не не самая главная часть в данной истории все-таки валютными интервенциями вообще управлением валютным рынком лечение нынешней ситуации добиться вам не удастся вот чего вы не творите с валютным курсом валютный курс у нас действительно хотим мы того или нет опять же и как как не относись к действиям центрального банка в последние годы после кризиса конца четырнадцатого года до российская экономика все-таки наверное в значительной степени отвязалась от воздействия валютного курса и воздействия цены на нефть кстати я вот тоже ходил здесь вчера по улицам я особо не вижу как лет десять еще назад на вывесках вот такие открытые там курсы покупки и продажи вот идешь где-нибудь лет десять назад и видно что тут тут банк продает покупает валюту то сегодня это такая деятельность которая ну по крайней мере не бросается в глаза эти таблички их спрятали либо внутрь банка в москве там центральный банк хотел вообще запретить чтобы этого близко не было вот этих табличек с курсами покупки и продажи они по-прежнему сохраняются но гораздо меньше люди обращают на них внимание гораздо меньше что самое главное и это тоже важно но что может сделать центральный банк центральный банк может предоставить финансирование рынку и здесь вот на этом слайде предлагается как раз динамическая картина того как центральный банк это делал через какие каналы он предоставлял рынку средства и мы видим что по сравнению с шестнадцатым годом на сегодняшний момент денег центральный банк дает коммерческим банкам ну совсем чуть-чуть и дает их в основном форме так называемых кредитования нерыночных активов это розовая относительно большого значительная и самая большая часть вот этого всего спектра красок что такое кредитование под нерыночные активы это когда осуществляется какой-то проект причем проект из выделенных и считающихся стратегическим и приоритетным центральный банк может выделить под него долгосрочное финансирование как бы принимая в залог те инструменты центральные банки без залогово кредитуют очень редко все-таки считается чтобы важным чтобы центральные банки имели актив на балансе под который они это свои деньги выпустили этот актив стоил чего-то на рынке то есть его можно было бы в любой момент реализовать вот нерыночные активы таковыми не являются поэтому с ними надо проявлять осторожности стать кризис вот четырнадцатого года который был не так давно и на нашей памяти когда рубль обваливался стремительно доллар шел вверх он был связан даже не только с санкциями или падением ценой на нефть он был связан еще во многом с тем с шириной вот этой розовой полоски было достаточно много выпущено центральным банком денег которые были выпущены не под сегодня существующие активы а под некие будущие активы которые еще не созданы и как только центральный банк стал сворачивать вот этот объем розовых операций то точно также и стабилизировалась ситуация на российском валютном рынке хотя конечно не до конца эффекты санкции нефти тоже играли свою роль но когда нефть вернулась к показателям скажем вот только что мы же помним что зимой она 50 было и 60 было вот как только нефть вернулась к этим отметкам если мы сравниваем с предыдущими периодами рубль был конечно гораздо ниже чем при аналогичной ценой на цене на нефть несколько лет назад это как раз эффекты санкций налицо или оттока капитала или невозможности привлечения инвестиций в российскую экономику в силу повышенных рисков в данном случае риска санкционного и вот это вот картинка такова то есть я даже больше вам покажу следующую картинку она еще более смешная если кто не знает то в наш центральный банк вообще не не кредитует экономику он абсорбирует деньги из экономики вот то кредитование небольшое как мы видели с вами которое осуществляет центральный банк он на самом деле значительной степени уступает тем депозитам которые банки коммерческие банки приносят cb то есть иными словами чистый чистые привлечения центрального банка оказывается положительным а не отрицательным то есть он или чистое кредитование у него отрицательное это так называемые профицит или дефицит ликвидности сейчас у банковской системы профицит ликвидности по отношению центрального банка центральный банк не кредитует банковскую систему вот вопреки стандартным подходом каким образом банковская система сегодня получает деньги ну или в последние годы она получала деньги каким образом Основных путей было два. Первый путь – это те же самые покупки валюты, когда цена на нефть была чуть повыше, выше 40 долларов за баррель с небольшим. Тогда Минфин покупал валюту и предоставлял рынку рубли, и банки получали рубли из этого канала. Это был первый канал, по которому деньги вливались в экономику достаточно активно, цена нефти была высокой. И второй канал – это банковские санации. Несколько крупных банков в последние годы в России рухнули, и центральный банк натянул на себя, вернул себе функцию реструктуризации этих банков. А как банки реструктуризуются? Да, им вливают новый капитал. И вот в литии капитала только в несколько крупных банков стоило больше 2 триллионов. Там одно открытие, по-моему, обошлось в триллион с лишним. Вот вам, пожалуйста, суммы. Здесь суммы гораздо меньше. Здесь на пике 5 триллионов, вы видите, это в миллиардах рублей, но 5 триллионов – это максимальный уровень, а средний – между 1 и 2 триллионов. То есть это как раз есть сумма, сопоставимая с тем, что сегодня банки приносят на депозиты. Один банк открытия обошелся, его санация, реструктуризация обошлась нам примерно в сегодняшний перевес денег в банковском секторе над Банком России. То есть вот эта картинка, она, на мой взгляд, показывает, что что-то в нашем хозяйстве денежным кредитным не так, и нормальной эмиссии денег в российских условиях не происходит. Что я имею в виду под нормальной эмиссией? Нормальной эмиссией я все-таки имею в виду кредитную эмиссию. Почему кредит лучше, чем, как способ предоставить деньги экономике, чем, скажем, та же самая покупка валюты? Кредит лучше, потому что, когда вы покупаете валюту, вы отдаете деньги, скажем так, уже под уже существующие ценности, но тому, кто в прошлом был успешен и заработал эту самую валюту. А кредит выдается, вообще говоря, под будущее что-то, под будущие активы, под будущие деятельности. И поэтому активнее должен привлекать кредит тот, кто планирует что-то создавать или инвестировать. Поэтому вот этот мостик кредитных операций, он позволяет перебросить в будущее деньги, которые мы сегодня создали. И хотя временно выдали банковскому сектору, а тот выдает сектору реальному сектору экономики, вот таким образом создается основа для будущего экономического развития, таким образом получается экономический рывок вперед. Основной вызов предстоящего времени. Как я уже сказал, центральным банкам сегодня сложно. Центральный банк не может лечить то, что нужно сегодня лечить. Это жизнь населения. Центральный банк не может выдавать деньги населению, это может делать только правительство. Центральный банк не может избавить малые и средние предприятия, в первую очередь, да и крупные тоже, по большому счету, от тех трех основных нагрузок, которые на эти предприятия ложатся. Это кредитные фиксированные выплаты, это налоговые выплаты и это выплаты арендные. Вот три основных дракона, которые едят любой бизнес, это необходимо сделать три вида выплат ежемесячно, вне зависимости от того, что у вас происходит. Платить по кредитам, платить за аренду и платить налоги. Вот если думать об облегчении судьбы бизнеса, то она должна облегчаться в первую очередь по этим трем каналам. Кредиты, наверное, этим может заниматься центральный банк, каким-то образом рефинансируя банковские кредиты, там где сочтено целесообразие. Налоги, это, наверное, все-таки правительственная сфера, правительство должно приостанавливать, давать возможность предприятиям приостанавливать выплату налогов кое-где и это было бы совершенно разумным. Ну и, конечно, арендные вещи, аренда это ближе, наверное, к региональным или даже муниципальным властям, там где у них есть ресурсы, чтобы позволить предприятиям, ну, по крайней мере, замораживать арендные платежи, переносить их в будущее, потому что в противном случае это тоже места будут пустить. Я неделю назад, наверное, прогулялся по Тверской улице в Москве и меня поразило действительно количество пустых окон, то есть вот там, где еще вчера работал какой-то бизнес, этого бизнеса уже больше нет и окно не горит. На первом этаже витрины, то есть если главная улица столицы так выглядит, то можно себе представить, как это происходит в целом по стране. В общем, картинка достаточно печальная. Иными словами, что я хочу сказать, что основная тяжесть борьбы с кризисом, она падает все-таки на правительство. Правительственное финансирование, а наше правительство, ну, об этом Владимир Викторович, мне кажется, рассказывал достаточно подробно, ну, не очень хочет финансировать это, и по тем объемам пакетов помощи, которые выделяются экономике, это видно, ну, и по проекту бюджета, который на днях будет рассматриваться в Государственной Думе в первом чтении, тоже видно, что в следующем году, ну, пока, по крайней мере, правительство планирует сократить расходы по сравнению с текущим годом, считая, что в этом году потратили слишком много. Но вот это финансирование, которое было произведено в текущем году, и, наверное, в связи со сжатием экономической активности доходов будет меньше, в связи со падением цен на нефть и вообще упадком, который в этой сфере, это сразу же сказывается на нефтегазовых доходах бюджета. Чем затыкать дырку? Дырку затыкать вот двумя путями, либо фонд национального благосостояния, либо заимствование. Наше правительство выбрало путь заимствования, по крайней мере, на текущий момент. Вот четвертый квартал, который начался уже там три недели назад, в течение четвертого квартала нужно выпустить ценных бумаг на рекордный объем на два триллиона рублей. И вот в нынешнем году государственный долг будет прирастать. Он, на самом деле, смешной. Наш государственный долг на мировом рынке, по мировому масштабу, он не заметен. Мы занимаем одно из первых мест в мире по величине этого долга, в том смысле, что он у нас маленький. Сейчас это по оценкам, возможно, процентов 15, а к концу трехлетки бюджетной, ну там 22% от ВВП будет наш долг. Сравнить с японскими 250 и, в общем, сомнений никаких не останется. Соединенными Штатами больше 100, Европа там в большинстве стран больше 100, уже, наверное, на сегодняшний момент. Вот это все то, что, безусловно, составляет ресурс, но лишь частично. Потому что долг бывает двух видов. Долг бывает внутренний, долг бывает внешний. Как вам кажется, можно сейчас на внешнем рынке Российской Федерации поднять большие суммы денег? Вот я занимался не просто долгом, я занимался внешним долгом в свое время. Я вам ответственно могу сказать, что больших сумм денег на хороших условиях, несмотря на то, что котировки российских ценных бумаг, так называемых еврооблигаций, на рынке на сегодняшний момент тоже смешные достаточно. Это вот там, как идет оценка ценных бумаг, которые обращаются на внешнем рынке. Берется ставка, соответствующий срок в долларах США или евро, безрисковая, или ставка Центрального банка, или ставка государственных ценных бумаг, и к ней прибавляется премия за страновой риск. Вот наша сейчас премия за страновой риск, ну, там, 100 базисных пунктов, то есть 1% плюс что-то. В общем, тоже мелочь, это абсолютно небольшое, там, доходность ценной бумаги, в общем и целом, доллар США, может быть, 2-3% годовых. Это абсолютно небольшая величина, и с этим можно было бы жить, но если вы выходите на внешний рынок сейчас сразу, на западный внешний рынок, да, потому что, чтобы там мы ни говорили, других масштабных, ликвидных и удобных для использования рынков для нас во внешнем мире нет. Они не существуют просто-напросто в природе, там много говорится про арабские деньги какие-то мифические, про китайские деньги, но все вот эти деньги, вы, если начинаете их брать, то, во-первых, это долго, во-вторых, муторно, а в-третьих, это очень политически чувствительно, потому что, как правило, это все кредитования из восточного мира, оно делается на каких-то политических условиях, в отличие от долга, который берете у частных инвесторов. Он тоже, конечно, не без политической окраски, но до этого еще очень, слава богу, далеко. Для этого нужно стать неплатежеспособным, начинать их долгой структурировать, тогда начинаются политические разговоры, а до этого пока еще, слава богу, мы не доехали и вряд ли доедем в ближайшие годы, что бы ни происходило на этом фронте. И выйти сейчас на рынок, обычный рынок капиталов большой, ликвидный, глубокий, ну, можно, но я боюсь, что ничего там не получится, по той же самой причине, по причине санкций. Всякий крупный финансовый институт, будь то американский или неамериканский институт, трижды подумают перед тем, как покупать российские бумаги даже через какие-то аффилированные структуры. Это довольно сложно с точки зрения рисков, и та процентная ставка, которую мы даем, риски эти, по мнению большинства финансистов, не окупают. И поэтому остается у нас внутренний рынок и приватизация, наверное, приватизацией тоже правительство заниматься не хочет. Вот есть разумные основания, потому что все сейчас стоит не очень дорого, но на будущий год вообще там до минимумов сведена выручка от приватизации, но понятно, что на приватизацию больших денег сейчас тоже не поднять, что не делай. Делаешь ли ты продажи на широком рынке, продаешь ли там массовую малую какую-то собственность, не получится, больших сумм денег не поднять, остается внутренний рынок. И вот, собственно, внутренний рынок, он и есть тот источник, которым в основном правительство, по всей видимости, будет пользоваться. 4 триллиона на будущий год. Подъемная эта сумма, вот не так давно наше официальное рейтинговое агентство АКРА выпустило с таким длинным названием отчет. Те, кто интересуется, можете посмотреть, что денег, находящихся внутри России, сложное название, длинное, может не хватить для финансирования государственного долга, для финансирования заимствования правительства. Там в основном делается такая оценка, что с уходом нерезидентов с отечественного рынка, а нерезиденты действительно в последние месяцы с этого рынка уходили, я уже объяснил, были и коммерческие причины для этого, были, наверное, и причины политические. Вот даже для замещения средств нерезидентов, не говоря уже о более крупных объемах заимствований, новых объемах заимствований, нужно откуда-то брать ресурсы. Где, откуда эти ресурсы брать? Вот это как раз из доклада АКРА, моя картинка. На левой здесь показано, что, вернее, это их картинка, конечно, я ее использую. На левой картинке тут показано, что совокупные банковские активы и их доля в газдолге, она, в общем-то, ну как сказать, не в банковских активах. У нас сегодня не очень много государственных ценных бумаг, но банки являются основными инвесторами. Все-таки банковский сектор, это больше 90% российского финансового сектора, и это основной ресурс для инвестиций в госдолг. Поэтому, если мы смотрим куда-то, то в основном на банки. Населения там не очень много, другой финансовый сектор, он мало по своему объему, ну и кто еще остается, больше никого и нет на этом финансовом рынке. И еще, что я хотел сказать, это вот правая картинка, об этом тоже довольно мало говорят, а говорить, по-моему, об этом стоит. Вот если присмотреться, там как раз изображена структура того, как финансируются деньги, финансируется приобретение государственных ценных бумаг на банковские балансы. Вот серенькое это то, что банки приобретают за счет собственных средств. Вот темно-синее это то, что раньше финансировалось, ну, по сути, за счет займов от Центрального банка. А в какой-то момент, видите, появляется розовая красочка. И розовая красочка называется репо с федеральным казначейством. Что это такое вообще? Что за инструмент? Странным делом у федерального казначейства нашего остаются огромные, ежегодно, более чем триллионные остатки на счетах. И федеральное казначейство, хотите, если кто не верит, слазьте, пожалуйста, на сайт нашего федерального казначейства, очень любопытный. Вот они еженедельно проводят такие масштабные операции с банковским сектором, депозиты размещают, валютные, рублевые, операции репования с ценными бумагами проводят. И вот сегодня видно, что та активность Центрального банка, традиционная активность Центрального банка для многих экономик и для Центральных банков, понятная, когда в залог Центральному банку предлагаются государственные ценные бумаги. Это значит, по сути, за счет средств ЦБ приобретаются государственные ценные бумаги. Сегодня вот этот Центральный банк в этой роли у нас заместил федеральное казначейство или бюджет, или мы с вами налогоплательщики. Вот это, на мой взгляд, наиболее странный параметр нынешней стадии экономического развития, нынешнего момента в денежно-кредитной политике, потому что здесь парадоксальная штука, я не знаю, есть ли где-то что-то еще. И оборот по счетам казначейским, он за последние три года вырос в 3,7 раза. Безумная вот эта вот инвестиционная деятельность, вместо того, чтобы отдать деньги назад налогоплательщикам, снизить налоги, продолжается скручение этих средств, неиспользованных средств налогоплательщиков, я подчеркиваю это, в финансовом секторе, по сути, Минфин вытеснил из этой роли Центральный банк. Как мы с вами видим, Центральный банк средства абсорбирует, а Минфин, вот видите, выдает средства на рынок. Вот это, с моей точки зрения, невероятный парадокс. А дальше, что дальше, сейчас к этому слайду я еще вернусь, что дальше-то происходит? Дальше мы начинаем заимствование. Вот этот профицит ликвидности, который, он, безусловно, будет сжиматься, он уже сжался достаточно сильно, практически вдвое за последний месяц. И там уже не триллион, там уже меньше триллиона на сегодняшний момент времени. И с этим, конечно, довольно скоро, по-видимому, Центральный банк перейдет опять к структурному дефициту ликвидности банковского сектора и будет кредитовать, по сути, приобретение государственных акционных бумаг. Здесь, конечно, важно, чтобы эта процентная ставка была поменьше, и важно то, чтобы все-таки мы уперлись в этот низ максимального снижения процентной ставки Центральным банком, то есть минимального значения. И я думаю, что вот эта вот дилемма между государственным долгом и процентной ставкой, она будет определять нужды денежно-кредитной политики, вообще то, что в ней будет делаться в ближайшие месяцы. С моей точки зрения, очень важно, чтобы здесь Центральный банк не перегнул палку, чтобы в экономике не создавались сферы, где возможно образование либо провалов ликвидности системно значимых банков или других экономических организаций. То есть вот тут мы вступаем в зону, когда системная стабильность, вот эта вот макропуденциальная политика становится, может быть, важнее, чем, собственно, денежно-кредитная политика, которой в основном призван заниматься Центральный банк. Я подхожу к концу своего повествования и хотел показать вам еще два графика. Они, может быть, не связаны с тем, что я рассказывал до этого напрямую, но я практически в каждой презентации рисую. Первый график — это соотношение экономического роста России и мира в последние годы. Как видно, и 2020 год у нас будет, наверное, относительно успешным, потому что мы упадем меньше, чем упал остальной мир. Мы отыграем в каком-то смысле свои позиции, но я по этому графику часами могу говорить. На самом деле, очень важные и сложные в нынешних условиях. Хочу сказать сейчас, что те, кто говорит, что России экономический рост не нужен, не верьте им. Ровно потому, что ни одной задачи развития мы не можем решить без достижения динамичного экономического роста. Я не верю в то, что российская экономика не может развиваться такими же темпами, как многие государства сопоставили в мировом развитии и вообще средний мир в целом. И был период в российской истории примерно 10 лет между 1999 и 2008 годом, когда российская экономика действительно росла быстрее мировых темпов, но этот период давно прошел. И сегодня за последние 8 лет Россия утратила в мировом масштабе примерно пятую долю своего объема. А вот мы, как мировая держава экономическая, мы съежились на одну пятую. И будем съеживаться дальше, если не придумать что-то, если не начать проводить более активную экономическую политику, ориентированную на экономический рост. Здесь, конечно, роль монетарной политики важна, и она тем более важна. Я показываю последний свой слайд, после чего я буду готов ответить на ваши вопросы. Есть такой ресурс WorldMapper.org, на котором различные параметры географии изменяются, искажаются в зависимости от какого-либо фактора, который принят в рассмотрении. Например, потребление вина. Вы можете исказить карты в связи с тем, сколько там вина относительно потребляется в данной стране. Военные расходы, государственный долг, производство, я не знаю, нефти. Все, что там есть очень много красивых графиков, я обычно привожу график, который изображает ВВП. Широка страна моя родная в этом представлении превращается в такую узенькую селедочку, потому что наша доля на мировой экономической карте, к сожалению, намного меньше, чем наша доля на обычной географической карте. Это, безусловно, очень печально, и хотелось бы добиться того, чтобы мы начали расти, и вот из этой селедочки у кого-нибудь чего-нибудь такое полезное выросло. Я уверен, что вы приложите к этому свою руку, когда встанете у руля нашей экономики. У меня все, спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы любые. После пандемии в какой-то момент, безусловно, все станет лучше, но мы до этого момента будем ехать достаточно дольше, а что значит восстановиться? Наш центральный банк чувствует себя достаточно хорошо. Он только что продал правительству Сберегательный банк Российской Федерации свои портфели акций, он получил за это деньги, правда вернул у тебя деньги в бюджет, но тем не менее. В последние годы у центрального банка были убытки, если говорить о его состоянии, но эти убытки, опять же, были связаны в основном с необходимостью финансировать реструктуризацию банковской системы, но в общем и целом наш центральный банк чувствует себя хорошо. И вообще, знаете, если какая-то страна гибнет, страна рассыпается на куски политический кризис, криминальный кризис, экономический кризис, один из последних институтов, который в этой стране погибает, оказывается центральный банк. Центральный банк может стоять вот среди руин еще достаточно долгое время, ну потому что деньги, потому что вы управляете деньгами. Отрицательные ставки рефинансирования как таковой у центральных банков, наверное, нету, у большинства. Здесь я приводил примеры, это ставки по государственному долгу, а если есть отрицательные ставки, то это в основном депозитные ставки. То есть, коммерческие банки могут принести в банк депозиты только под отрицательную ставку процентов. То есть, основной ставкой не может быть? Основной ставкой отрицательная не может быть и понятно почему. Каждый вопрос такой на миллион рублей, как минимум, если не на миллион долларов. Значит, давайте я начну с девальвации. На мой взгляд, девальвация в нынешних условиях, скажем так, маловероятна. Для того, чтобы произошла девальвация, то есть резкое обесценение рубля по отношению к иностранным валютам, должно случиться что-то совсем уже невообразимое. То, что не вытекает из сегодняшнего состояния экономической политики, а именно выпуск в обращении большого количества рублей. Вот если мы положим на одну чашку весов те рубли, которые сегодня есть в российской экономике, а на другую чашу весов те доллары, которые, в принципе, можно на них купить, и вообще этот ресурс попытаемся взвесить, то и понятно, что далеко не все рубли могут быть потрачены на приобретение иностранной валюты. Есть деньги, которые находятся в расчетах, есть деньги, находящиеся у тех структур, например, у того же государства, которые доллары на них приобретают. Вот казначейство наше доллары не приобретает за рубли. То есть не все рубли даже, которые имеются на руках у юридических и физических лиц, могут быть задействованы в приобретении доллара. Вот даже если представить, что при нынешнем объеме рублей вот все это будет брошено на доллары, то сильно, очень сильно курс не подвинется. Для того, чтобы произошла обвальная девальвация, необходимо сразу совпадение следующих условий. Ну там резкое падение цены на нефть, которое в свою очередь порождает панику, и тогда там рынок начинает играть против рубля. Но опять же хочу напомнить, что у нашего центрального банка полутриллионный валютный резерв совместно с правительством, конечно, да, и вот против этого играть очень сложно. Это та мощь, которая в любой момент может... Центральный банк по-хорошему, если он захочет это сделать, может установить на данный момент курс рубля к доллару или евро на любой отметке, которую захочет. Где-то там может ненадолго, да, но вот в пределах нескольких рублей легко может двигать и в ту и другую сторону, ничего от этого не поменяется. И даже утраты резервов особой не будет, поэтому я думаю, что угроза девальвации, она зависит только вот от двух вещей. От резкого там обнуления нашего экспорта и прекращения поступления денег в страну по каналам внешней торговли и вот выпуск обращения огромного количества рублей. Я ни того, ни другого сейчас, по крайней мере, не предвижу. В части евро, я не знаю, тут это очень долгий, на мой взгляд, разговор. Относительное состояние европейско-американской экономики, на него спокойно можно будет смотреть, наверное, только после окончания американских выборов, которые, в общем-то, уже не за горами. Там осталось меньше, две недели у нас осталось до американских выборов, мы уже практически здесь. И сейчас одно из действительно таких ключевых риск событий, на которые смотрят управляющие деньгами во всем мире, да, это вот исход американских выборов, какие юридические процессы после этого запускаются, если запускаются вообще там. Уходит, Трамп не уходит, это довольно сильная развилка, и до того, как эта развилка будет разрешена в ту или иную сторону, говорить о курсовых соотношениях мне кажется даже не актуальным. Давайте дождемся вот этих двух недель, и там будем смотреть, потому что это слишком такое резкое событие, которое может не только американское развитие, но и вообще мировую экономическую динамику пустить совершенно по другой траектории. Поэтому вот на данный вопрос ответить я могу только так. Вспышка инфляции, безусловно, возможно, но, опять же, до сих пор центральный банк наш хранил очень серьезную сдержанность. Вот у нас нет такой картинки по наращиванию вброса денег в экономику, и ровно поэтому товарная масса сильно не уменьшилась, да, ВВП России в этом году снизился, и, наверное, денежная масса, там, так называемая монетизация ВВП, когда вы делите денежную массу на уровень производства, наверное, даже вырос, но пока это, опять же, никакой вспышкой инфляции не угрожает. Та инфляция, которая сегодня может ускориться, это в основном из-за отчасти обесценения рубля, а отчасти от других факторов, которые связаны с структурными различными элементами. Сегодня движение инфляции, как я показывал, вниз, вниз и вниз, и Россия в данном случае не исключение, потому что доходы стали меньше, спрос сократился, и, в общем, ниоткуда возникнуть этой инфляционной вспышки. Даже если домашние средства получают сегодня деньги, они с большей охотой эти деньги откладывают в силу неопределенности, царящей в экономике и в мире в целом, да, они скорее будут вести себя осторожно, сдерживать свое потребительское поведение, нежели идти безудержно тратить эти деньги. Вот это основной элемент, который мы видели, кстати, и в других странах тоже. Это обычное, нормальное поведение людей в условиях пандемии, в условиях нарастающей неопределенности и рисков в связи с экономическим будущим каждой семьи. Вот поэтому в нынешних условиях вспышки инфляции я бы не ожидал, она может возникнуть, но через какое-то не очень короткое время. Это вопрос даже не на один миллион, а на несколько, а то и на все содержание этого фонда на 100 с лишним миллиардов долларов или 12 с лишним процентов ВП на начало этого года. Если честно, отвечать на этот вопрос, то я не знаю. Я могу только предположить, почему правительство заняло такую позицию. Более того, я скажу, что это неправильно. По той простой причине, в первую очередь, что сейчас, в нынешней ситуации, главное, что может сделать правительство, это привнести определенность, привнести какую-то веру в будущее, в людей. Но для этого, словами, это, естественно, сделать нельзя. В вербальном интервенции добиться такого результата невозможно. Для этого нужно делать что-то в этом направлении, для того, чтобы нужно строить вот эти островки определенности в будущем. И говоря о том, что вот давайте мы эти деньги поддержим, они нам еще пригодятся, что, иными словами, говорит правительство, говорит, ребята, то, что происходит сейчас, это ерунда. Вот дальше нас ждет еще что-то еще худшее. Вот что это такое. И тем самым посылается, на мой взгляд, не просто негативный, а контрпродуктивный сигнал в окружающую среду. Мы жалеем деньги, потому что мы чувствуем, что в будущем будет еще хуже. Не лучше будет. Ребята, вот будет лучше, что должно говорить в таких условиях нормальное правительство. Мы сейчас все перекантуемся, вот мы для этого вложим деньги сюда, вложим деньги сюда. Не опасайтесь, все будет хорошо. Говорят, нет. Это говорит, вернее, это тоже говорится, но с одних трибун. А с других трибун говорит следующее. О, вот у нас мы скопили эти деньги, они нам еще, ой-ой-ой, как пригодятся. Российские люди вообще достаточно грамотные, и они на это реагируют соответствующим образом. Я не вижу причин, почему это не делается. Мне кажется, долг гораздо более болезненный способ финансирования проблем. Вообще проблемы эти надо финансировать. Казахстан потратил, если я не ошибаюсь, восемь с половиной процентов ВВП. Мы меньше, чем в два раза. Более, чем в два раза меньше, чем Казахстан. Вертолетный разброс денег Вертолетный разброс денег – это такая теоретическая изначальная конструкция, которую породили монетаристы, говоря о том, что вот если разбросать деньги, как будто вы их разбрасываете с вертолета, вот так широким кругом, не обращая внимания, кому они попадают, то в экономике, по большому счету, ничего не изменится. Только цены вырастут, а так все остальное останется прежним. Это вот такая мысленная конструкция. Сегодня неожиданно это оказалось такой вот весьма жизненной вещью. Что такое вертолетный разброс денег? Это как раз ранее изображавшаяся мною картинка. Вот здесь это практически вертолетный разброс, когда каждый гражданин или многие предприятия, причем граждане получают деньги в ряде зарубежных стран больше, чем они зарабатывали до пандемии, просто и незатейливо. Но опять же это не приводит в вспышки инфляции, потому что экономика мудрее, чем мы о ней думаем. Потому что люди эти деньги, понимая, что впереди еще непонятно что, люди эти деньги спокойно откладывают, отправляют в сбережения, как я уже сказал. Если тратить, то небольшую их часть. Поэтому вертолетные деньги в моменте не достигают своего результата. Они достигают результата только в том смысле, что они укрепляют, ну естественно, благосостояние и самоосознание этого благосостояния людей. Что в пандемический кризис, как мне кажется, очень важно. Но с другой стороны, это может быть потенциально опасно, потому что когда этот период проходит, и денег действительно нагнетается оптимизмом, денег на руках много, возможно, произойдет некая вспышка инфляции. Но я думаю, что многие зарубежные государства будут этой вспышки инфляции только рады, поскольку это какое-то возвращение к той нормальности, к которой мы за долгое время привыкли. К сожалению, я думаю, что так не произойдет. Мы будем жить в этом новом дивном мире, и в этот новый дивный мир будет устроен совсем по-другому, нежели мы привыкли. И разбираться с ним будет гораздо сложнее, чем мне сегодня прочитать эту лекцию про то, что происходит сегодня. Ну теперь спасибо за внимание окончательно. АПЛОДИСМЕНТЫ